Так, всем привет! Это снова я. Я уже всех раззадорила новыми зверятами. Ну что, у нас всё. Декабрь, второе число. Отсчёт до Нового года. Все бегают ищут себе для корпоративов всякие штуки интересные. И тут я в помощь. У меня всё такое нарядное, такое праздничное. Сейчас кое-что покажу ещё, что возможно. Про это все забыли вообще наглухо. Покажу, потому что классно. Ещё одну штуку придумала вот на днях. Буквально у меня есть брошка, которую я давно не ношу и сделала миллион лет назад. И она у меня... Ну я часто делаю брошки с такой петелькой. Вот здесь вот покажу, например, вот с такой петелькой, чтобы её можно было на шею надевать. То есть броши не везде у меня подходят. Ну, в общем, а на шею что-то я всё время ношу. И вот брошь вот такая, например, тоже. Её тоже вот можно как раз на все эти чудесные чокеры, которых я сделала в большом количестве, которых осталось не в большом количестве, но что-то осталось. Вот, значит, эту брошь куда-то можно ютить. Это тоже брошь. Сейчас покажу поближе. Так. Я справлюсь же? Забралась у неё волосы. Не в пример вообще всему, потому что много объёмных будет украшений. Вот брошь. Классная. Соответственно, есть вот такая. Но она, конечно, больше такая на пальто. Ну, если вы девушка неробкого десятка, то вот так вот тоже куда-то её прицепить. Классно. Есть ещё вот такая капуста. Я люблю ботаническую тему. Не знаю, как она, куда. Но она вполне себе вот, например, на что-то такое золотое прикалывается. Да, я, слушайте, зашла в лайм. Тысячу лет ничего в магазинах не покупала, потому что всё скучно. И тут всё для русалок. Всё блестит. Всё сверкает. А мне же только покажи блестяшки. Всё. Просто. Ну, вот здесь мне нравится, как она смотрится. Может быть, место неправильное. Надо как-то поинтереснее выбрать просто место. Какое-нибудь вот так. Ниже нет. Вот где-то вот так вот, наверное, хорошо. Потом. Вы же, наверное, забыли, что есть такое колье с рыбиной. Вот как раз под эти все золотые наряды. Хотя, не знаю, может быть, вообще-то рыбёшку надо себе оставлять. У меня теперь такой золотой тут. Я бы не сказала, что это даже топ. Это кольчушка какая-то просто. Вот с рыбиной чудесно. Сейчас давайте покажу рыбину поближе. Вот она шикарная. Видно? Тут ещё со светом такая. Ну, нет. Сегодня, ладно. Снежок выпал. Стало полегче. Так. Главное, стой, не падай. Ещё есть очень красивое, очень нарядное колье, про которое все наверняка забыли. Поэтому я его покажу. Как раз вот для этих всех мероприятий прекрасных. Оно, правда, сложное. В плане его надо сначала надеть. То есть здесь вот две ленточки. Так. Вот здесь у меня цепи не на месте сейчас. Сейчас бы мой ребёнок сказал, мама, ты не пробовала подготовиться заранее? Пробовала. Не получается заранее. Нет, дело не в этом. Просто я... Здесь вообще эта цепь, она отстёгивается, да? Так. Ладно. Мы представим, что это всё хорошо висит. Ну, вот оно вполне все хорошо висит. Так. Понял. Ай-яй-яй-яй-яй. Прическа. Хотя её прическа сложно назвать. Вот такая штука. И вот она вот так вот затягивается на нужную длину и завязывается. Можно завязать сзади, чтобы не видно было банта. Но нам же всегда хорошо, чтобы был бант. Вот как-то. Всё. И забудьте про серьги. Серьги здесь уже не надобно. Здесь и так уже всё. Шик, блеск, красота. И банты. Бант, сами понимаете, в телефоне мелком завязывать. Можно перед зеркалом, короче, постараться посильнее. Да. Ну что. Поехали теперь. Ладно уж, я его... Чё, разрушу совсем? Ну, совсем не разрушу. Потом соберу. Так. Отложу сейчас все эти игрушки. И буду показывать вам сирожки. Начну с того, что я сделала ещё к выставке, но не показала. Вот здесь буквально такие две базовые пары. Вот, конечно, это было ку-ку. Делать что-то во время выставки ещё там и так нагрузка нормальная. Ещё что-то делать во время выставки – это, конечно, лёгкое безумие. В общем, пойдём от чего-то лёгкого к более тяжёлой артиллерии. Договорились? А то я вам покажу этих рыбов новых, селёдок. И вы сразу там в обморок упадёте, и уже ничего больше не увидите. Ну вот, был спойлер. Так. Ну. Так как нам, так скажем, мы призваны сверкать. Вся эта русалочья тематика ещё в прошлом, ну, как в прошлых, в прошлых сезонах. Не в прошлом году, в прошлых сезонах родилась на всех подиумах. И вот она добралась до масс-маркета. Так что слушайте меня. Как главную русалку. И, в общем, сверкайте. Сверкайте. Вот это прекрасно. И здесь они легчайшие. И стекло, и очень красивый перламутр. Вот это внизу. Стекло. Здесь тоже имитация какой-то такой водной истории. Красиво, невероятно. Если вы любите всё полегче, но вам надо что-то нарядное, то вот ваша история. Лаконично. Значит, квадратик поправили, как вам лучше к лицу. Это ничего почти не весит. И это очень, очень симпатично. Да? Да. Посмотрите, сколько там этих маленьких шариков. Кое-кто замучился. Так. И теперь, и теперь, и теперь. Что же? Следующее я покажу. Даже не знаю. Давайте вот эти новогодние. Благо, вы все их видели, но на фотографии. А как они в ушах, не видели. А в ушах они еще лучше. Как всегда с моими украшениями. Здесь вот три цепочки. Прекрасное стекло. И акцентно. Сразу классно. Да, то есть у меня помада здесь начинает, да, работать. Вот этот весь блеск здесь, блеск здесь. Всё, образ готов. Что там у меня дальше, вообще не важно. Я предполагаю вообще что-то такое носить в повседневной жизни. И там у меня будут, скорее всего, мои драные черные джинсы. И сейчас я вообще сижу в домашних штанах. Ну вот. Вот там, чтобы удобненько было. Вот так. Раскрыла секрет, да? А там у нее домашние штаны. Он приличный. На мое роскошество они не влияют. Так. Давайте вот эти. Где вторая там? Если вы более романтичная натура. Заметьте, всё у меня длиннее и длиннее, да. Для романтичных натур сложная романтическая история. Тут и сверху красота. Там еще и ботаника. Тут сверкает камушек. Тут еще камушек. Тут какая-то интересная металлическая работа. Тут еще сверкает еще камушек. Красиво, невероятно. Это вот из такого скромного обаяния буржуазии. Вроде бы оно так, да? Не бросается никуда. И, наверное, наверное, вот это золото, оно все-таки про больший потаж, блеск. А здесь все должно быть более завуалированное. И если такой блеск, то он там, не знаю, спрятан под кружевом, под какой-то тавто. Ну, в общем, не так откровенно. Ну, в общем, красиво. По-моему, фотографии я еще не выкладывала. Вот такие. Для сложных натур. Так. Это у меня еще несколько пар такого праздника вечного. Вот здесь с элементами востока. А ведь хорошо. Какой топ. Под него все хорошо. Да, для интересующихся джинсы я так и не купила. Я какой-то хочу, наверное, найти средний волшебный вариант. Хотя больше и мне, и вам понравились, ну, большему количеству людей темные. Ну, в общем, не знаю, на чем душа успокоиться. Но мне нужны блестящие штаны точно. Брюки, джинсы. А то штаны какой-то такой, слушай, штаны. Ну, вот. Тоже кайфово. И тоже оно, кстати, хорошо вот к этому всему золоту. Но, опять же, тут история такая, что если вам идет одежда, если вам идут серьги, они вам идут почти везде. Так. Еще нарядные. У меня, кстати, вы от меня не успеете, короче, отдохнуть. У меня там следующие. То есть я думала, что я все вместе покажу. Потом поняла, что это и много, и я не успеваю. У меня там целая еще партия. Там будет много ЧБ, продолжение вот этой звериной истории. Ну, в общем, там тоже весело. Вот еще одни. Зеленый, синий, желтый, бледно-розовый. Ну, вообще. Ну, чем не праздник? Просто сплошной праздник. И здесь еще, слушайте, здесь спрятана зебра. А может быть, это нет, это не зебра. Слушайте, это не зебра. Это жирафик. Здесь какая-то очень красивая, а-ля венецианская фурнитура. И, в общем, все очень симпатично. Так. Ну что, будем потихоньку продвигаться к более тяжелой артиллерии. Так. Шикарный длинный вариант. Сейчас посмотрим, как меня белый прибьет. Или не прибьет. Что-то я без колец сегодня. Так. Потому что у меня руки, я сегодня умудрилась обрезаться. Ну, в общем, рабочие руки. Руки в состоянии. Я работаю. Вот, тоже шикарно. Не прибьет. Этот белый на мне просто, он сияет. И так, как здесь сияет. И белый еще более, получается, сияющий, чем этот золотой. Как такой мелкий акцент. Мне нравится. Мне нравится именно с золотым. Что-то я вообще какая-то девушка Климта. Чем больше золота, тем больше мне всего идет. Ну, кстати, про Климта. Я была просто... По нему с ума сходила. В юности совсем ранней. Здесь, смотрите, малиновый. Здесь вот такой абсолютно потрясающий русалочий камень. Ну, и вот эти вот чудесные мелкие бусинки. Красота. Вот, может быть, вот это как раз сказывается, что дама в золотом где-то пробежалась. Так. Еще немножко белого. Здесь такая больше... Немножко история с коряшками. Коряги будут, будут. Зимой всегда у меня есть коряги. Я обожаю, потому что деревья. Люблю гулять в парке, в лесу. Ну, в общем, там, где деревья. Ну, вот так. Ну, кстати, по сравнению с прошлыми, да, эти проигрывают на мне. Здесь поярче. Ну, не всем же надо поярче. А по цвету здесь все фантастично. Я знаю. Мне вот, если брать такое, мне нужен контраст. Другой. То есть сейчас оно с золотом как-то начинает сливаться. Близкие цвета. А вот если бы здесь было черное. Или какой-то просто яркий цвет. Синий. Зеленый. У меня есть зеленая водолазка. Тоже было бы классно. Вот такие. Чудесные. Прекрасные. Очень мне нравятся. Значит, шары. Вчера я вас поманила там шарами. Их купили. Есть вот эти. И на этом все. Таких огромных шаров. Ой, слушайте. Не знаю, слышно. Они немного гремят. Здесь классно получилось. Темный. Золотистый. По-моему, у меня, кстати, уходит свет. Мне кажется. Просто на глазах куда-то исчезает. Вот. Давайте вот так. Вот. И. В общем, красиво. Тяжеловато. Ну, вы знаете, такими серьгами нужно ощущать некую тяжесть. Плюс очень красиво, конечно, с этим золотом. Ну, и черный мне как-то к лицу всегда. У меня глаза кажутся черными. Хотя они не черные. Это контрастное освещение. Вот. Красиво. Невероятно. Так, ну что. Подбираемся к зверятам. Вот. Еще немножко не зверей. Вот эти очень странненькие. Но очень классные. Там и глазик. И веревочка. Ну, в общем, я бы так сказала. Это серьги для тех, у кого все в порядке с самой иронией. Если с самой иронией у вас окей, вам это подходит. Потому что это какой-то бесконечный прикол. При этом изящно так все выглядит. Кайфово. Мне нравится. Ну, вот. Я такие варианты люблю. Подвижные, легкие. Классно. И здесь камешек сверху. Ну, он, кстати, не ощущается вес. Что-то типа тигрового глаза. Нет. Не знаю. Но это камень. Глазик. Сверхучий, блестючий. В общем. Шик-блеск. Ну что, все. Дальше отступать некуда. Пошли зверята. У меня какая-то фиолетово-синяя гамма. Значит, номер один. Козочки. Они, значит, прямо на ушко крепятся. Надо смотреть на посадку. Хорошо бы помесить и мочку. И чтобы они, как бы, пум, вот так чуть-чуть. У меня они все-таки сильно отклоняются. Я, причем, снова поменяла на них место крепления замка. Ну вот, хоть в клипсы переделывай. Клипсы бы зафиксировали. Их все-таки вот так. Значит так. Кому захочется клипсы, я готова переделать. Только бы они вот так выглядели. Почему я... Кстати, вот я их переделывала сейчас. То есть у меня эти... Они были готовые. И почему я не переделывала в клипсы? Это же так было бы гениально. А так они, видите, из-за того, что замок достаточно подвижный, они вот подвижные. Зато вообще не ощущаются на ушах. Вот у меня, например. В общем, вот такие красотульки. Поехали дальше. Хотела сказать, у нас новые цветы. У нас связались. Очень люблю. Это такая, конечно, осенняя история. Но! Это ж невероятно. Что она сделала? Верхушка тоже сияющая. И вот так, и вот так. И мне так нравится, что я даже не чувствую веса. Вот это полегче, она поменьше. Это побольше, соответственно. Зачем делать одинаковое, если можно сделать разное? Мне кажется, вообще роскошно. То есть, ну, на корпоративе все упадут. Или просто все упадут. Потому что красота нереальная. Но это вот у меня новые формы. Я должна была как бы к десятилетию что-то там новое. Ну, сообразить. Ой, хорошо, что это смола. А не какое-нибудь стекло. Все целы, живы. Очень красиво. Какая я молодец. Боги. Какая я молодец. Ну, что же. У нас еще бычки. Куда без бычков. Вот эти всем понравились. Ну, конечно, они такие нарядные, космические. Тут у них и блестит. Тут у них и сияет верхушка. И она такой неправильной формы. Треугольник. И это самые маленькие бычки. Чтобы вы понимали по размеру. Соответственно, они самые легкие. Если вы давно хотели, но боялись веса. Обратите внимание. Ну, и уж нарядные. Уж они, ну, такие зимние, сказочно новогодние. Корпоративные, не побоюсь слова. Где мой бокал шампанского? Дайте мне скорее. В общем. И видите, я вся в золоте. Они такие лилово-синие, космические. И мы прекрасно вместе блестим. Есть две пары суровых. Самых. От них немножко веет мага. Потому что они вроде бы издержанные. Но что-то есть у них такое таинственное. Вот эти, смотрите. Они... Вообще, это такой цвет лунный. Он синий, скорее индиго такой. Немного с блеском. Блестит сзади сильнее. А здесь мне хотелось его таким сделать все-таки... Ну, как будто в латексе такой. Немножко. Ну, а верхушка-то звезды сплошные. Ну, вы, слушайте, я показала тут звезды, и мне так... Пумс! Что это вы мне там такое присылаете? Прикольное. Или это инстаграм у меня такой говорит. Нормально все. Молодец. Тоже легкие. Какие легче? Вот предыдущие ли эти? Не знаю. Возможно, что одинаково. Может быть, вот эти потяжелее в массе, в своей. Но они из-за того, что компактные. И мне вот этот вот эффект латекса не хотелось ничем. То есть я их сделала максимально минималистичными. И вот они такие. Это все-таки... Это немножко не моя история. Все-таки... Либо мне надо вообще другой макияж делать. Распускать волосы, делать смоки, делать какие-то темные губы. И тогда мы бы как бы вот эту магическую составляющую из меня вытащили. Она там есть. Ну, вот так. Подзарыто. Вот. Но кайфовые невероятно. Да? Вторые такие скромные, скромные козочки. Фот, куда я выкладывала. Смотрите. Тут покажу я. Ну, вот на фото видно, что там такой вот серо-синий цвет. Индиго цвет на самом деле смолы. Очень хорошо она на просвет видна, но на камеру не видна. Вот мне она сейчас прекрасно видна. Как вам показать? Не знаю. Ну, вот, вот, чуть-чуть начинает виднеться. Ну-ка, если вот так. Ну, вот видно, что они не черные, не синие, что они потрясающего цвета. Очень скромные в плане, здесь нету блесток, здесь нету никакого такого, только сияние чистого разума. Здесь более матовое, здесь более глянцевое. Ну, и в тон верхушка. Тоже с очень деликатным. Там луна и звезды какие-то внутри. В общем, если вы любите медитировать на камушке, вам сюда. Там разглядывать можно миры. Так, это раз. Тоже легкая. Что-то мне все легкое сегодня. Зарядку, что ли, я хорошо сделала. А вторая где? Где вторая козочка? Так, это эти, эти. Вторая козочка убежала. А, подождите. Она у меня в ушах. Это просто уже легкий ку-ку. Ну, слушайте, ладно, я работала полночи, с утра всегда делала. Художник может немножко потерять козочку. Видите, какие они легкие, я их потеряла даже. Вот. Вот так. Ничего, видите, ничего не понятно. Они там как-то чего-то у меня теряются. Но можно вот так сделать, и будет все видно. Ну, соответственно, у меня просто сейчас темный фон. Если вы ходите где-то, где светло, конечно, все это будет видно. А если вы блондинка? Держите меня семеро. В общем, это классно. Вот такие козочки. Ну что, мы приближаемся к очень тяжелой артиллерии. Причем, ну, кое-что и по весу тяжело. Значит, номер раз. Сиять будете так, что у людей будут слепнуть глаза. Вы посмотрите, даже у меня сейчас лучи расходятся в разные стороны. Серебристые, шикарные. Ну, в общем, за вами будут бежать. Еще вот эти прекрасные цветные глазики. Вот здесь, кстати, ну, я не буду портить свою прическу. Я их обратно так не соберу, скорее всего. Это у меня случайно получилось. Здесь вот если бы волосы были, как у меня обычно, они бы на фоне волос шикарно бы смотрелись. Все-таки красота – это страшная сила. Все сияет, сверкает. Поближе покажу. Ну, хотя потом разглядите на фоточках. Я все сфотографировала при земном свете. Фотографии хорошие, значит, бычки новые. Тут вообще красота страшная, потому что все это какое-то лунное, волшебное, переливающееся. Еще и такой же переливающийся вверх. Я так говорю, потому что я сама от всяких переливов лунных камней, полупрозрачных, мерцающих вещей прихожу в какое-то состояние медитативное. Особенно можно делать все, что хочешь. Вообще просто обожаю. Потому что, ну, и здесь вот эти вот какие-то, как будто с дымкой рога получились. Ну, какое-то сплошное волшебство. Сзади тоже все красиво. И оно висит вот так. Оно, конечно, не будет вот так висеть. Ой, вот так, да? Ну, так и зачем? Оно больше все-таки в профиль. Ну, как шикарно в профиле. И, ну, кажется, что они должны быть очень тяжелые. Нет, они вполне себе... То есть вот эти шары, например, они тяжелее были. Правда, не взвешивала. Ну, в общем, тут... Тут все так сверкает и все так роскошно, что даже, ну, никто не поверит, что это смола. Это, кажется, вырезано из камня. Вот они какие. Фантастик. И... В общем, конечно, я постаралась. Ну, и последний лот нашей телепередачи. Селедка. Ну, к Новому году куда без селедочки? Ну, и вы знаете, я рыбок люблю. А это такая... Такая жирненькая. Ну, конечно, здесь не без юмора. Это естественно. Естественно, это не вот так. Наверное, не для каждой девушки. Здесь вот скромная селедочка. Здесь все так. Можно вообще как бы забыть про вторую. Можно ничего сюда. Ну, я решила все-таки как-то отбить. Здесь вот как будто бы она плывет в пузыриках воды. Конечно, она не на столе лежит. Она плавает. Она свободная селедочка. И у меня большие планы. Я хочу, в общем, с селедочкой еще экспериментировать. Так что в ближайшее... Ну, не знаю, не в ближайшее. Я так... Я все время... Мне кажется, что это раз и все. А на самом деле получается, что очень много времени уходит на работу. То есть, типа, начала работать. Раз, два дня прошло. Очнулась там. Ой, я там не причесывалась, оказывается. Зубы не чистила. Ой, не ела. Кофе только пила. Где я, что? То я и немножко такая диссоциация вообще с реальностью происходит. Надо выйти вообще с людьми пообщаться, чтобы как-то прийти в себя. То кажется, что ты все как-то... Ну, в общем, улетел куда-то. Вот. Поэтому... Скоро сказка сказывается. Да не скоро дело делается. Поэтому селедочки будут, но когда, я не знаю. Вот так. Ну, что? Пишите мне, как вам вся эта новая... Мы новый зверинец. Как вам новогодние какие-то эти вайбы. А я, ну, немножко передохну. Пойду доделывать, что у меня еще не доделано. Так сказать, не отключайтесь. Скоро я к вам вернусь с новой порцией. Там как-то все будет очень... Очень брутальненько. Но не факт. Поэтому... Как пойдет. Ну, то, что я доделываю, оно довольно брутальное. Все. Всем пока. И отличных выходных. Не забывайте отдыхать, как некоторые.